Продолжается судебное разбирательство по делу о хищении воды. Напомним, попали под уголовное преследование экс-директор КБУ Александр Кожин, Сергей Оленич и Владимир Даненков в 2018 году. Их обвиняют в сговоре с целью списания задолженности сибиряка за водопотребление перед КБУ. Но это не единственное обвинение, выдвинутое против Кожина. Следствие полагает, что он снизил задолженность стройрегион-сервиса перед МУП КБУ с 20 миллионов рублей до 150 тысяч рублей. Александра Кожина обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший директор комбината бытовых услуг в прошлом году незаконно снизил задолженность стройрегион-сервиса за потребление холодной воды и водоотведения. Сегодня в суде главный фигурант дела дал показания. Он считает, что потребление воды и сама сумма ущерба завышены. Нельзя вылить больше, чем налить. То есть количество туалетов и количество раковин определено, количество работающих на данных предприятиях постоянно определено. При том, если есть срывы пломб на водных линиях, то никто больше в кранах руки мыть не стал, и туалет на пользу тоже не стал. Из информации на совещании от главного энергетика стройрегион-сервиса Павленко я узнал, что объем воды со измеренностью 20 миллионов рублей в сотни раз превышает реальное потребление стройрегион-сервиса. Прочитав постановление 776, я понял, что в отношении стройрегион-сервиса применен пункт 16А было необоснованно, и надо было применять пункт 16Б 60 дней с момента обнаружения неисправности прибора. И пункт 17. Расчет по среднему значению. Я для себя на черновиках рассчитал среднемесячное значение потребления воды за предыдущие три года. Оно отличалось в сумме от потребления последних трех месяцев на 154 тысячи рублей. КУБУ складывали стоварические отношения со стройрегион-сервиса, который не раз выручал предприятиям, материалами, техникой и даже людьми, людьми и ресурсами. Как КБУ, как директор КБУ, я не собирался применять в отношении стройрегион-сервиса карательные меры по начислению теоретически возможной суммы до начисления фактически непотребленной воды, и при этом получить так называемые незаконные вознаграждения. Александр Кожин полагает, что его подставили. Он считает, что на тот момент еще коммерческий директор КБУ Сергей Орлов инициировал проверку, которая нашла нарушение. Кожин предполагает, что Орлов планировал сесть на его место. Поведение Орлова, которое выбрал объект преследования, фактически отодвинув все остальные объекты Бензо, потом принял решение о применении карательных незаконных расчетов и методик к объектам стройрегион-сервисов. Подготовки претензий на сумму потребления, по которой в сотни раз превышает фактическое потребление, используя доверительные отношения с директором, подписал данную претензию и при дальнейшем разбирательстве фактически скрылся с работой, все говорит о желании подставить директора и занять его место после ареста, ведь именно такая попытка и была сделана. Не зря ко мне пришли в первый же день ареста и подписали у меня заявление на увольнение со своей должности, потому что в настоящий момент к тому времени исковые заявления уже были готовы, мне оставалось поставить только под ним подпись. Судебный процесс продолжается.